Сегодня президент Республики Узбекистан направил приветствие участникам международной конференции Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров, стратегические перспективы и нереализованные возможности. Уважаемые участники и гости конференции, дамы и господа, позвольте сердечно приветствовать всех вас, участвующих в международном форуме, посвященном транспортным вопросам Центральной Азии на гостеприимной узбекской земле. Искренне благодарю за участие в нынешней конференции наших гостей, руководителей международных организаций, финансовых структур, глав дипломатических миссий. Прежде всего, хотел бы отметить, что благодаря общим усилиям руководителей стран Центральной Азии за короткий срок в регионе создана новая политическая атмосфера доверия и добрососедства. Активизировался диалог на всех уровнях. Сделаны исторически важные шаги по пути выстраивания конструктивного, взаимовыгодного и многопланового сотрудничества. Ярким примером стала первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которая состоялась 15 марта этого года в Астане. Принятие 22 июня 2018 года Генеральной Ассамблеи ООН специальной резолюции по Центральной Азии стало историческим событием, ознаменовавшим собой начало нового этапа регионального взаимодействия. Прочным гарантом устойчивого развития и процветания региона являются искреннее стремление к сотрудничеству и ответственность всех стран Центральной Азии за общее будущее. Новый импульс для развития получили торгово-экономическое, энергетическое и культурно-гуманитарное сферы сотрудничества. Достигнуты взаимоприемлемые решения по вопросам рационального использования водно-энергетических ресурсов, делимитации и демаркации государственных границ. Особое внимание уделяется снятию различных ограничений и барьеров в транспортной сфере. Между странами региона упрощены визовые и таможенные процедуры, открыты дополнительные пункты пропуска, восстановлены и организованы десятки новых маршрутов автомобильного, железнодорожного и авиасообщения. Однако, как показывает сама жизнь, этих мер недостаточно. Учитывая важное геостратегическое положение Центральной Азии, которое соединяет между собой крупнейшие международные рынки, особое значение приобретает объединение усилий наших стран с целью ускорить интеграцию региона в систему международных транспортных коридоров. Сегодня государства региона, не имея прямого выхода к морским портам, несут существенные транспортно-транзитные расходы, которые достигают 70-80% от стоимости экспортируемой продукции. До 40% времени на транспортировку товаров перевозчики теряют из-за несовершенства таможенных процедур. Согласно индексу эффективности логистики Всемирного банка, страны Центральной Азии занимают нижние строчки в рейтинге 167 государств. Все это приводит к снижению конкурентоспособности транспортного сектора региона в целом. В этой связи проводимая в Ташкенте конференция может сыграть важную роль с точки зрения запуска новых интеграционных процессов в Центральной Азии. Перед нашими странами стоит задача дальнейшего развития транзитного потенциала и увеличения транспортной составляющей в национальных экономиках. Ее практическому решению будет способствовать привлечение современных технологий и иностранных инвестиций в транспортную инфраструктуру, формирование новых перспективных транспортных коридоров. По расчетам экспертов ООН, благодаря эффективной кооперации стран Центральной Азии региональное ВВП за 10 лет может вырасти как минимум в два раза. Учитывая это, мы в рамках Ашхабадского соглашения начали формирование субрегионального транспортного коридора Россия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Оман, Индия. Мы выражаем большую надежду на скорейшее начало строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай. В перспективе она должна стать важным звеном нового транспортного коридора из Китая через Кыргызстан и Узбекистан, далее через вновь построенную железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс в страны Южной и Восточной Европы, Ближнего Востока и к портам Средиземного моря в рамках проекта «Восток-Запад». Когда речь идет о развитии региональных транспортных коридоров, мы не можем не отметить важность вовлечения в этот процесс Афганистана. Построенная железная дорога Хайратон-Мазари-Шариф и проектируемая магистраль Мазари-Шариф-Герат позволят сформировать новый транспортный коридор с выходом на иранские, пакистанские и индийские железные дороги и к портам Чахбахар и Гвадар в рамках проекта «Север-Юг». Уважаемые участники форума, говоря об интеграции стран региона в международную систему перевозок, в том числе морских, следует в то же время сказать о том, что этот позитивный процесс сдерживает ряд факторов. Прежде всего, отсутствие единого видения и подходов относительно развития транспортного сообщения в Центральной Азии, устранение барьеров, упрощение визовых, транзитных и таможенных процедур, гармонизации тарифной политики, совершенствование транспортной инфраструктуры государств региона, формирование перспективных транспортных коридоров. В этой связи предлагаем следующее. Во-первых, видится необходимым разработать стратегию по развитию региональных транспортных коридоров Центральной Азии при содействии экспертов Всемирного банка, Азиатского и Исламского банков развития, других международных институтов, и на ее основе принять региональную программу по устойчивому развитию транспортной системы Центральной Азии. Во-вторых, учитывая, что страны-регионы играют ключевую роль в деятельности ШОС, в рамках этой организации следует создать систему интегрированного управления транспортными перевозками. В-третьих, целесообразно сформировать региональный совет по транспортным коммуникациям стран Центральной Азии, который станет координирующей структурой в решении имеющихся проблем в транспортно-логистической сфере. В-четвертых, необходимо совместно развивать транспортные коммуникации и инфраструктуру в целях повышения туристической привлекательности региона. Этому способствовала бы разработка совместно со Всемирной туристской организацией концепции развития туристических хабов в Центральной Азии. Реализация этих и других инициатив, которые, я надеюсь, будут одобрены на конференции, сыграет ключевую роль в укреплении стабильности в Центральной Азии, превращении в экономически развитый регион, повышении его конкурентоспособности на мировом рынке транспортных услуг, как одного из ключевых международных транспортно-транзитных узлов. Уверен, что результаты нынешней конференции будут полезными в разработке новых подходов и приоритетов по интеграции нашего региона в систему международных транспортных коридоров, реализации его огромного незадействованного потенциала в общих интересах наших стран и народов. Шавкат Мерзиёев, президент Республики Узбекистан.